Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Выбил стекла и украл магнитову. Оперативники задержали злоумышленника. Ночью металлическим прутом повредил 12 автомобилей. Что грозит подозреваемому. Игра за будущее. Футбольный турнир под эгидой президентского спортивного клуба прошел в Бобруйске. Районы этапы соревнований продлятся до конца ноября. Кто победил? Есть авторское меню. Там тоже достаточно много напитков. Сеть кофеин «Правда» удивляет покупателей. Где выпить бодрящий напиток со вкусом сыра? А также «Новые аллеи», «Песни о стране» и «Буйная среда». В топе прогнозов синоптиков по-прежнему дожди и грозы. Стоит ли надеяться на сухую осень? В Бобруйске задержан подозреваемый в повреждении 12 автомобилей. Инцидент, как сообщается, произошел в середине сентября на Интернациональной. Под раздачу попали припаркованные авто. После заполучной ночи у всех иномарок были разбиты стекла. Пострадавшие обратились в милицию. В этот же день оперативникам поступил еще один звонок. На Пушкина внезапно загорелся «Фиат». В результате пожара пострадал салон итальянца. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщиками установлен и задержан мужчина, причастный к данным фактам. По предварительной информации, 36-летний безработный бобруйчанин, к слову, неоднократно судимый за кражи, ночью металлическим прутом повредил 12 автомобилей, разбивая стекла. А из одной машины похитил автомагнитолу, который впоследствии сбыл. Следователи возбудили уголовные дела. Развитие древообработки, новое предложение и музыка на производстве. Оркестр Финнберга выступит на Минском автомобильном заводе «Когда». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент потребовал развивать и углублять производство продукции с древесины. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию деревообработки. Глава государства поручил уйти от импорта картона и упаковочной бумаги. Он отметил, что в Беларуси уже научились делать своего рода полуфабрикат – бумагу и целлюлозу. Около 350 предложений по изменению Конституции страны внесли белорусы за три дня. Об этом сообщили в Палате представителей. Свои идеи и предложения до 25 октября нужно отправить по электронной почте закон собакахаус.гов.бай. Депутаты проанализируют и обобщат все собранные материалы. Свыше 50 олей семейных деревьев заложат в Беларуси этой осенью. Семь из них появятся в Могилевской области. Их посадят в рамках республиканского проекта. Продолжится и благоустройство уже заложенных скверов. Здесь установят малые архитектурные формы и таблички. Оркестр Финберга выступит на Минском автомобильном заводе. Концерт пройдет во Дворце культуры 7 октября. В исполнении солистов прозвучат любимые многими композиции. Песня о Минске, полька белорусская, зачарованная моя, жизнь полюбит нас, а также другие белорусские и советские хиты. Музыканты, к слову, ежегодно дают концерты в цехах БелАЗа, МТЗ и Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруск-360 готовы уехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Уже более 75 тысяч 300 пациентов по всей стране успешно выздоровели от коронавируса. Зафиксировано свыше 81 тысячи человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели без малого 1 миллион 958 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Авиакомпания «БелАвиа» продлила приостановку полетов в Ригу и Таллин до 24 октября. Рейсы в Ларнаку отменены до 15 числа. Полеты в Будапешт не будут выполняться до 24-го во все пункты Грузии до конца месяца в Ашхабад до 1 ноября. Самолеты в Воронеж, Казань, Нижний Новгород не полетят до 24 октября. Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года. Вкусный кофе по справедливой цене. Самая крупная сеть кофеин в Бобруйске ждет гурманов. Авторское меню, качественные ингредиенты и акции Максим Кембель тоже выпил чашечку халвичного рафа. С чего начинается удра? С кофе. А напиток, приготовленный с любовью, вдвойне наполняет день яркими красками. Только так и никак по-другому. К своим клиентам относятся в сети кофеин «Правда». Название говорящее. Обманывать здесь не принято. Кофе «Ловация» и «Деликата» по лучшей цене в городе. Два капучино по 450 миллиграмм обойдутся всего в 6 рублей. В «Правде» действуют постоянные акции. Есть классическое меню. Это капучино, раф, латте, американо и макочейно. Есть авторское меню. Там тоже достаточно много напитков. Штук 6. Есть с сыром вкусный очень. Есть осень с арахисовой пастой. Халвичный. Про ценителей сладкого тут тоже не забыли. Печенье, пирожные, эклеры, чизкейки, испанский мармелад. Найти десерт по вкусу сможет каждая. После тяжелой тренировки «Правде» ждут любители активного отдыха. Протеиновые коктейли, энергетики и батончики помогут отца на весело и поднять настроение. Вместо карточек с печатями «Правде» кофе-бот. Никакого картона. Все онлайн. Накопленные баллы можно обменять на любой кофе. Оставленный отзыв поможет пополнить копилку. Кофейня работает ежедневно. В будни из 10 до 22. В выходные до 11 вечера. С правдой. Заряд бодрости обеспечен. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. «Тебе пою, Бобруйск» на сцене автотранспортного колледжа прошел ежегодный конкурс. 26 участников исполнили композиции, песни о любимой стране и популярные хиты. Мастерство показали как профессионалы, так и любители. Организовала конкурс администрация Ленинского района. Конкурс дает возможность для каждого молодого человека проявить свои способности вокальные. Я вообще считаю, что таких конкурсов должно быть побольше. Конкурсов, которые дадут именно шанс молодому человеку себя проявить. Победители выбирали в трех номинациях. Лучшим вокалистом стал Александра Юдицкая из Аграрно-экономического колледжа. Ансамблем – вокальная группа технологического колледжа. В номинации «Патриотическая песня» победила Анастасия Старикова, воспитанница Центра досуга и творчества. Гран-при завоевала Елисавета Иларионова. Игра за футбольное будущее в Бавруске прошел городской этап турнира «Кожаный мяч». Растянулся он на два дня. Главный приз – путевка на областной чемпионат. О том, как это было, смотрите сейчас. Сыграть на футбольном поле и осуществить мечту. Более двухсот мальчишек приняли участие в городском этапе соревнований «Кожаный мяч». Матчи прошли на стадионе имени Прокопенко. За путевку на областной чемпионат сразились 15 команд. Возраст футболистов – от 8 до 12. Хоть на педестале и три места, но только победитель сможет дальше шагнуть по турнирной лестнице. В соревнованиях «Кожаный мяч» участвуют ребята из образовательных школ и дополнительное образование. Поэтому уровень игры пусть и невысок, но они с желанием, с большим самоотдачей играют. Футбол интересный, приятно судить. Но в остальном желаем удачи. Здесь пусть победит сильнейший и посмотрим, как они выступят на областных соревнованиях. Понятно, турнир детский, но в эмоциональном плане они ни в чем не уступают взрослым соревнованиям. Подсказки, поддержка, на бровке расположились тренеры. Они тоже полностью погружены в игру. Соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» проводятся под эгитой президентского спортивного клуба. Турнир самый массовый в нашей стране. В 2019-м участие в нем приняли почти 33 тысячи юных спортсменов. Привить любовь к спорту, потому что профессиональный спорт – это профессиональный. А любой человек, в принципе, он, наверное, не живет, если он не двигается. Поэтому, мне кажется, сейчас очень важно прививать молодежи с маленьких лет любовь к движению. Пройдя тяжелый турнирный путь, часть города на областном этапе защитят три команды. Росфит, сборная 19-й и 30-й школ. Районы, этапы соревнований продлятся до конца ноября. А уже в декабре Минский футбольный манеж примет финал турнира. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Сегодня в Бобруйске весь день шел дождь. Небо затянули тучи. Днем столбик термометра достиг отметки плюс 16. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлестова. Завтра в стране ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине пройдут дожди. Ночью утром в отдельных районах сгустится туман. Подует умеренный южный ветер. Ночью воздух остынет до плюс 13 градусов. Днем потеплеет до плюс 19. Сильные дожди прогнозируются в Могилевской и Гомельской областях. Осадки будут сопровождаться грозами. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Специалисты советуют без необходимости не покидать жилище. Но если без этого никуда, то необходим зонд. Украинский Луганск в дыму лесных пожаров. Смог стоит во всех районах города. С пламенем здесь пытаются бороться уже неделю, но тщетно. Жертвами огня стали по меньшей мере 9 человек. Власти сообщают о более чем сотне очагов возгораний. Из опасных районов эвакуированы сотни людей. Ситуацию усугубляют погодные условия. Пары ветра в районе бедствия достигают 70 км в час. Огонь привел к детонации неразрывавшихся боеприпасов. Шторм Гаммы бушует на юго-востоке Мексики. Он принес сильные ветра и проливные дожди на побережье полуострова Юкатан. Здесь повреждены линии электропередачи. От деревья вырваны с корнями. Улица затопила большая вода. Приостановлено движение паромов. Отменено 39 авиарейсов. О пострадавших не сообщается. Завтра в Бобруйске будет облачно. Пройдут дожди. Подует умеренный юго-восточный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 19. К вечеру похолодает до плюс 14. Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!